Рязанский корабейник зазывает горожан неподалеку от торговых рядов, приглашая на прогулку по древнему центру. С него и начал экскурсию известный краевед Игорь Канаев. Первая бесплатная городская экскурсия квест, а у нас в Рязани грибы с глазами, состоялась для детей от 7 до 11 лет из особенных семей. Эти дети участники оздоровительных сборов, которые традиционно проходят у нас ежегодно на базе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Эти сборы мы организуем с 2012 года для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И в рамках этих сборов у нас ведется различная работа. Это и направлено на формирование здорового образа жизни, расширение кругозор детей, общее оздоровление, посещение различных спортивных и культурных мероприятий. Собственно, вот сегодня одно из таких они и посетили. На главной пешеходной улице Рязани почтовый, самый большой из серии скульптур «Мужичок-боровичок». По совету Игоря Канаева слушатели экскурсии бросились натирать топор, чтобы сбылись их самые заветные желания. Этот гриб – воплощение рязанца-плотника, ведь именно из-за плотничества жители Рязанской губернии когда-то прозвали косопузами. У плотников за поясом всегда был повешен топор. Хотя настоящий плотник, он не пузатый. Попробуйте поскакать по строящимся домам, по лесам, да? Да ты последний килограмм вытираешь. Грибная команда на скете несется по Лыбецкому бульвару. Эти грибы-лисички самые озорные и, пожалуй, близкие по духу маленьким слушателям. Еще две скульптурки «Мудрец» и «Влюбленная парочка» установлены у библиотеки Есенина и у фонтана на театральной. Но для самых юных рязанцев долгие переезды к оставшимся скульптурам заменили на поход в музей «Фабрика игрушек». Здесь ребят ждала специально разработанная музеем грибная программа. Грибные легенды и тайны, интересные факты о грибах, мастерская стеклодува и многое другое. Завершилось путешествие просмотром короткого ролика, яркими грибными фотозонами и мастер-классом по росписи стеклянного гриба. Я, как коренной житель Рязани, как коренной житель этого региона, когда начинаю задумываться о том, чем же наша земля отличается от соседних, сразу вспоминаю, ну, во-первых, конечно, о четырех наших основных ремеслах. Это скопинская керамика, Михайловское кружево, Кадамский венис и Шиловское лозоплетение. И, конечно же, о двух самых, наверное, популярных поговорках, связанных с рязанской землей. Кто-нибудь знает какую-нибудь из... Грибные залазания. Это самое популярное, абсолютно верно, у нас в Рязани грибы с глазами. Бесплатные экскурсии для всех желающих жителей и гостей города будут продолжены в июне с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Для того, чтобы познакомить и наших жителей, и туристов города с этими грибами, мы проводим такие бесплатные экскурсии. Конечно, каждый желающий может сам познакомиться самостоятельно с этими грибочками. И для этого мы сделали такие специальные карты, на которых указали, где же спрятались эти грибы. И потом еще у нас о каждом грибочке рассказ. Итак, мы приглашаем всех познакомиться с нашими новыми жителями нашего города, сказочными жителями грибами с глазами. Записаться на ближайшие бесплатные экскурсии можно уже начиная с четверга, 3 июня, по телефону 28 04 98. Расписание уже известно и опубликовано на сайте мэрии. 4, 11 и 18 июня экскурсия пройдет в 17.00. 5, 12 и 19 июня в 10 часов утра. Длительность экскурсии – полтора часа. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».